шалом вы верите в чудеса я верю верю потому что верю в бога творящего чудеса обратите внимание не бога который творил чудеса однажды но также в бога который продолжает их творить творит их сейчас бог не изменяется а раз он творил чудеса библейские времена то у нас нет никаких оснований думать что он разучился или разлюбил делать это чудом я называю в этой программе не только проявление духовного дара чудотворения как например превращение воды в вино а всякое необычное действие божье которое дает мгновенный видимый результат поясню после того как царь езекия приложил к своему нарыву пласт смокф по слову пророка исаи он выздоровел было его исцеление результатом необычного действия божья да конечно не каждый раз в ответ на молитву бог посылает к тебе пророка с ободряющими словами и с медицинскими инструкциями о том как выздороветь возымело ли предписание исаи и предписанные свои действия мгновенный результат неизвестно всяком случае писание не говорит что языке выздоровел в тот же момент как только ему приложили этот пласт вполне возможно что а его исцеление было не мгновенным а постепенным а вот когда ешу исцелял больных они выздоравливали мгновенно то есть он творил над больными чудеса чудеса исцеления и освобождение от власти бесов и конечно бог продолжает творить чудеса сегодня однако речь не об этом а о сферах жизни в которых он это делает дело в том что мы люди склонны все абсолютизировать и обобщать например если бог однажды меня исцелил мгновенно ты очень легко могу прийти к мысли о том что он теперь всегда будет мгновенно исцелять меня от любой болезни для такого вывода на самом деле нет никаких совершенно никаких оснований что бог это не автомат с кнопкой на которую нам разрешили нажимать как только нам вздумается и предварительно загадав свое желание бог это живая личность со своим разумом и волей он никогда не будет нашим мальчиком на побегушках если он исцелил меня сегодня мгновенно то это не значит что врачи мне больше никогда не понадобятся думать так было бы очень самонадеянно и очень неправильно еще более ошибочно было бы думать что раз бог исцелил меня мгновенно то это значит что теперь вся моя жизнь превратится в один сплошной поток чудес что чудеса то есть мгновенные ощутимые изменения к лучшему теперь будут у меня ну хорошо не каждый день но во всяком случае во всех сферах жизни и постоянно ну ладно не постоянно но по крайней мере во всех сферах жизни почему я говорю об этом по той причине что некоторые мои братья харизматы народ очень горячий такой горячий что им некогда не читать писание не думать над ним я бы впрочем уточнил не горячий а торопливый поспешный ну а поспешность как известно хороша в вполне конкретном деле но я возвращаюсь к чудесам мы конечно же все хотим их и хотим их побольше но чего хотим мы это одно а чего хочет господь это другое потому что мы мы это мы а господь это господь и совсем не факт что мы с ним всегда хотим одного и того же евангелиях мы видим очень много чудес более того сам евангелист иоанн в конце своего повествования пишет что многие чудеса сотворенные еще не вошли в его книгу потому что обо всех написать нет никакой возможности так много чудес он сотворил однако давайте обратим внимание на то каких чудес еще никогда не творил во первых он не исцелил ни одного человека от привычки лгать воровать или изменять жене во вторых он не исцелил ни одну семью от разлада в отношениях супругов или детей и родителей он сам этого ни разу не сделал никогда и не и апостолов своих тоже он не посылал с такой миссии он не дал им сверхъестественную власть делать это по своих на проповедь евангелия он дал им власть над кем над бесами зачем чтобы с помощью этой власти установить на земле царство божие да чтобы всем их прекратились измены насилие отчуждение ругань нет чтобы исцелять болезни физические болезни не более того стоп уж не хочешь ли ты нам тут сказать что богу нет дела до всех тех грехов которыми люди грешат еще как есть если бог исцеляет тела то тем более он исцеляет души человеческие от греха но его способ исцеления нас от наших грехов это не чудеса почему же не чудеса ведь он разве что не видит сколько страданий наше поведение причиняет и нам самим и другим людям и он же сострадает всем и нам и тем кого мы обижаем кого мы раним почему же не исцелить человека мгновенно не изменить его характер по крайней мере ну тех кто этого хочет чтобы не нарушить закон свободы воли а потому что одного желания например хочу перестать быть лгуном хочу стать честным человеком на вы желание недостаточно возьмем к примеру апостола петра он был совершенно искренен в своем намерении сохранить верность своему учителю до самой последней минуты жизни и это намерение уже говорит о нем очень много много хорошего но он совершенно не знал петр совершенно не знал что в решающий момент он станет заложником чего-то еще кроме его доброго намерения чего-то такого что он о себе до сих пор вообще не знает чем ему еще предстоит познакомиться поближе своего животного инстинкта самосохранения еще вполне мог бы сделать мозгом петра что такое там кита контакты перепаять чтобы петр ни разу не отрекся от него но он предпочел этого не делать он предпочел зная все наперед он предпочел позволить петру упасть горько плакать как об этом повествует евангелие а потом вероятно и также еще и крепко думать обо всем произошедшем и крепко молиться богу и последнее если вы думаете что тем чудом который навек превратила петра в абсолютно бесстрашного человека было пятидесятница вы ошибаетесь до в тот день действительно апостолы получили силу святого духа чтобы свидетельствовать о и шо и после этого уже не боялись гонений а радовались им давайте не будем забывать что когда петр встретился в антиохии с павлом мы узнаем из послания галатам и любопытную вещь бесстрашный в кавычках петр действовал там по старой схеме я не знаю этого человека на сей раз он уже не знал конечно не и шо а павла мне бы очень хотелось чтобы дух сошел на меня я бы стал иным человеком увы изменение нашего характера вообще не съешло безусловно происходит но только очень медленно и очень постепенно они мгновенно и раз и навсегда как физическое исцеление чудесное или как освобождение от той или иной демонической силы или зависимости как например наркомании подчас эти шажки которые мы делаем в нашем хождении с ешуа кажутся микроскопическими ну и что важно на мой взгляд не смущаться и не отчаиваться а шагать дальше спасибо